Я бы хотела себе уйти, чтобы как дома было, я мечтаю. Я хочу себе над радостью. Я хочу, чтобы вас увидел снова. Я мечтаю. Спасибо вам большое. Мечты сбываются. Большое-большое спасибо. Я верю, что мечты сбываются. В каждом обществе есть успешные и благополучные взрослые, которые делают всё для своего окружения. Они создают семьи, воспитывают детей, уважают стариков. Но, к сожалению, есть и те, кто по определенным причинам выпадает из норм и становится изгоем. Они теряют смысл жизни и просто существуют, обрекая на то же самое и своих детей. Возможно, современный ритм жизни сделает своё дело и со временем будет больше тех, кого можно достойно назвать человеком. Для этого сегодня необходимо поддержать новое поколение детей, чьи родители потеряли ориентир и не смогут дать им достойного будущего. Когда заходишь в дом, первое, что мы видим на пороге – это обувь. Разного размера, цвета, по количеству можно определить число домочадцев, возраст и пол. Также и в доме, где живут дети без родителей, много обуви. Иногда появляется новая пара. Это значит в детском доме пополнение. А бывает, что к порогу сразу приходит несколько детей из одной семьи. Так в детской деревне в городе Астане появилось сразу четыре пары мужской обуви. Четыре брата, средний из которых – Алишер. Мальчик захотел говорить первым. Ему у Непоседе было интересно и любопытно участвовать в съемке. Непосредственно, осмотрев место для диалога, герой сел и заговорил. У нас был маленький дом, чуть-чуть большой. И я жил хорошо. И с мамой, и с папой. И я ходил в школу, на левой класс. Папа смотрел телик, а мама кушать готовила. И папа на работе был. Семья жила в пригороде Алматы. Родители были многодетными. С периодичностью в три года у папы с мамой появлялось по одному сыну. Когда Алишеру было шесть, его вместе с братьями забрали из дома. Конечно, в силу возраста он затрудняется назвать причину, из-за которой родители лишили прав на детей. Для него все происходящее было приключением. Сели в поезд и поехали, говорит мальчик. А учитывая, что большая часть семьи отправилась вместе с ним, он до сих пор не чувствует себя одиноким. По-взрослому оценить ситуацию на тот момент смог старший Арман. Он дополнил рассказ подробностями. Потому что у нас деньги не хватило на обыдь. Мы, во-первых, на квартире жили. Деньги не было. Папа и мама пьем, пили. Им было не для нас. Потом папа уходил, ночевал, где я попал. Домой вообще зарплату маленькую приносил. А мама водку так не пьет. Она только по праздникам. Мама трудилась, хотела найти себе работу. Потом папа вот редко вот так проходил. А мама вот так трудится, трудится. Нас закрывал на двери кульчок, чтобы на нас никто не заходил и никто никуда не уходил. Часто переезжая с места на место в поисках более бюджетного жилья, родители не очень думали о комфорте, тепле и уюте. Последним пристанищем, откуда и увезли детей, стали дачи далеко за городом. Сколько себя помнит Арман, папа всегда пил. Мужчина перебивался случайными заработками. Мама вовсе не работала. Естественно, денег, чтобы прокормить всю семью, катастрофически не хватало. И тут дополняет картину Алишер. Все-таки вспомнив фрагменты из своего детства. Потому что папа водку пил, и он жалился. И дальше я не знаю. Сначала жалился, потом успокоился, потом опять начал пить, потом успокоился. Мальчиков забрали из семьи, где разговорным был не русский. Сейчас они ходят в школу с обучением на государственном языке. Поэтому и Алишеру, и Арману немного сложно формулировать свои мысли. Но, тем не менее, старший брат достаточно внятно сказал, что тяжелые составляющие жизни с зависимыми людьми не обошли стороной и мальчиков. Кроме постоянного бардака, неухоженности в доме и нехватки продуктов питания, самым тяжелым испытанием для детей было безразличие родителей. Уходя из дома, папа даже не думал, что будут делать его сыновья в холодном доме. Вслед за ним уходила и мать, якобы на поиски работы. Но пропадая по 3-4 дня, она возвращалась все такой же безработной. На маму обида. И все. За что? Потому что уходила никакой тети, никакой няни. Просто, когда я спал, она дверь закрыла и уходила. Потом мне мой братчик говорит, что мама ушла и дверь закрыла. Тогда в доме застаршего оставался Арман. По-хозяйски на маленькой кухне он искал, чем мог прокормить братьев. Иногда это были просто кипяток, тарелка оставшегося супа и кусок хлеба. Дети тогда были рады и этому. Поэтому сегодня с благодарностью принимают все, что окружает их детской деревни. Взвалив непосильный груз ответственности на сына, родители заставили его рано повзрослеть. В его воспоминаниях не будет уже моментов счастливого детства, которыми мы гордимся, просматривая семейный архив. Отчет светлых моментов начинается здесь, в семейной детской деревне, где за дастарханом собирается большая названная семья. Здесь родные по крови только четверо. Мама никуда не уходит, всегда рядом, готовит вкусные обеды, помогает во всем. А главное, на большой территории есть свой собственный дом, теплый и уютный. Своя комната светлая и комфортная. Мальчики с удовольствием встречают каждый день, проводят его в атмосфере тепла и заботы, с удовольствием учатся новому. В кружках по интересам находят себе занятия. Для этого есть дом творчества, где специалисты находят подход каждому. В комнате релаксации, наблюдая за звездным небом, прокручивая свои воспоминания, каждый загадывает свое желание, в надежде, что звезда упадет и оно сбудется. Я мечтаю играть в сборную Казахстан в баскетбол. Вот. И поднимать свои бортишки на высшие уровни. Я мечтаю об аскеленной мяче и об аскеленной форме. И кроссовки в баскетболе. Я мечтаю мячик, футбольный мячик, потому что я играю в футбол каждый раз, и я люблю в футбол играть, и все. Услышать ребенка несложно. Важно понять, что в трудный для него момент он остался один. Мечтая, он говорит о своем желании вслух не для родителей, которые разучились слышать своих детей. Сокровенное он произносит для вас. Увозя с собой новую историю, рассказанную в стенах детского дома в одном из городов Казахстана, мы знаем, что обязательно вернемся вновь. Уже для того, чтобы услышать «Я верю, что мечты сбываются». Я теперь действительно верю, что мечты сбываются. Теперь я верю, что мечты сбываются. Спасибо за то, что вы меня услышали, и я теперь поняла, что мечты сбываются, и я буду мечтать. Теперь я верю, что мечты сбываются. Произнести вслух эту жизнеутверждающую фразу наши герои могут благодаря тем, кто еженедельно присоединяется к нашей команде. Отрадно, что в каждом городе есть свои волшебники взрослые. Сегодня мы в столице, встречает нас Астана. Лицом города в нашем проекте стали неравнодушная семья и Динара Абраева. Спасибо, что услышали мою мечту. Хороший велосипед. И теперь я верю, что мечты сбываются. Когда Владимир рассказывал о своей дороге к порогу детского дома, он поделился и своей мечтой. В детстве соседние мальчишки гоняли по улице на своих велосипедах. Вова наблюдал за весельем и очень хотел однажды получить такой же подарок. Но так случилось, что осуществить его желание тогда родители не смогли. Их просто не было рядом. В 8 лет мама мальчика скончалась. Причина неизвестна. Отец же лично отказался от сына в пользу деда. Больше Вова его не видел. Он даже не помнит ни его лица, ни имени. А вот образ матери остался в сердце навсегда. Я сильно хотел к ней. И когда я ее на фотке видел, у меня тетя их забирала. Чтобы я их не видел и не плакал, она у меня их забирала. Потом иногда мне их давала, я смотрела на них. Иногда ночью под подушку их себе ложил. Просыпался, смотрел на них. И вот так их в школу таскал, дома иногда оставлял. Мне не хватало маминой ласки. Как она меня обнимает. Как она меня обнимает. Ну, я хотел сильно к ней. И мне ночью снилась мама. Любовь сына к матери безгранична. Даже потеряв он в мечтах, мысленно обращается к ней с вопросами, за советами и просто делится переживаниями. А их было много. Ведь после того, как отец оставил его с дедом и тетей, те не смогли оформить официальную опеку. Так Вова пошел в первый класс с опозданием. И уже от другой родственницы. Звучало еще многое имен людей, которые появлялись в жизни мальчика до детского дома. В калейдоскопе взрослых в результате нашему герою места не нашлось. И он становится ребенком государства. Я не задумывался, что я могу попасть в детский дом. Потому что я думал, что я всегда буду дома жить. Жизнь Владимира поменялась. Но сам мальчик остался таким же добрым, светлым и целеустремленным. В его жизни началась светлая полоса. Под колесами железного друга теперь только белая дорога. Сегодня сбылась его мечта. У него есть велосипед. И весной, едва сойдет снег, он будет кататься. А ночью во сне поделится радостью с мамой, которая навсегда останется в его сердце. В нашем проекте говорят дети. И если диалог звучит вне стен отчего дома, значит мечта, озвученная в завершении разговора, адресована вам. Так было услышано желание Гульнары Якуповой. Девочка родилась в многодетной семье. Седьмым и младшим ребенком была она. Поэтому в ее воспоминаниях не осталось ничего, что связано с мамой. Картина ее детства оживает в стенах дома малютки. Помню, что я танцевала, пела. И помню, как играла. Помню, как общалась со своей сестрой, которая была со мной в дом малютке. А помнишь, как ты ждала? Конечно. Расскажи. Ну, ждала, сидела, надеялась, что ко мне придет мама или папа. Но этого не случилось. Как ты поняла, что то, что ты живешь в доме малюток, это неправильно? Что у ребенка должна быть семья? Потому что все равно чувствуется это, что ребенок, когда рождается, открывает глаза, он в первую очередь видит свою маму и чувствует ее. Получается, с детства у меня были мечты, что меня кто-то будет укладывать спать, обнимать на ночь. Но когда я осознала, что у меня должны быть родители, на самом деле, мама и папа, то это было, наверное, до малютки. И когда приходили к другим, возможно, я смотрела на это. Возможно, тогда. Свою маму Гульнара так и не дождалась. Женщина скончалась пять лет назад. Что привело ее к такому итогу, неизвестно. Наша героиня выросла, так и не узнав всей правды о поведении матери. Она смогла простить ту, лица которой даже не помнит. Девушка стала самостоятельной, уверенной и целеустремленной, благодаря окружению в доме, который стал родным. Она училась на примерах взрослых, наставников и педагогов. А примером для нее сегодня стал тот человек, который услышал ее мечту. Периодически смотрю программу «Мечты сбываются» на телеканале Хабар. Вот услышала историю Гульнары и решила исполнить твою мечту. Желаю тебе добиваться поставленных целей, ни за что не сдаваться, идти вперед, учиться хорошо. Желаю вам, чтобы все ваши мечты сбывались. Надеюсь, этот подарок будет полезен. Тем более я знаю, что вы в этом году поступили. Для учебы это необходимая вещь, я как взрослая это понимаю. Поэтому вперед к новым целям, к новым мечтам. Спасибо вам, Динара, огромное, что вы поверили в мою мечту, что вы подарили мне такой ценный подарок. Он мне очень пригодится, очень полезный. Спасибо вам. На следующий день мы поехали в детскую деревню, где героинями наших программ были Гаухар Умбетова и Зимфира Халилова. Мечта Гаухар была воплощена нашей командой сразу, а Зимфиру ждал сюрприз сегодня. Мы не пропустили еще одну программу телеканала «Хабар. Мечты сбываются». Увидели Зимфиру и решили вручить ей подарок от дизайнерской студии «Гушат Байжан». К сожалению, сегодня она не смогла приехать сама. Поэтому в моем лице и от всего города Астаны решили поддержать нашу землячку, Зимфиру, исполнить твою мечту. Приме от нас этот набор профессиональной косметики. В программе мы услышали, что ты занимаешься визажем, поэтому решили тебе вручить такой подарок. Спасибо вам большое. Я тоже могу похвастаться своими успехами. В этом году я поступила в гуманитарный колледж на дошкольное образование и обучение. И я говорила, что очень люблю заниматься визажем. И недавно буквально я уже пробовала покрасить своих девочек. И думаю, что благодаря вам у меня будет все получаться. Спасибо большое. Красивая и харизматичная Зимфира всегда находится в центре внимания. У нее много подруг. Девочки в составе танцевального коллектива выступают на всех мероприятиях детского дома, занимают призовые места на конкурсах. А в планах самой героини, кроме обучения по специальности, освоить и курс визажа. Строить планы и воплощать их девушка научилась здесь, рядом с названной мамой. Она живет почти 10 лет. С тех пор, как при трагических обстоятельствах потеряла родную. Отец вскоре после ухода жены перестал справляться с тремя детьми и хозяйством. Он подписал официальный отказ. Когда тебе сказали об этом? Я читала это в своих документах. Что почувствовала ты в этот момент? Ну, с одной стороны, это было очень обидно. То, что отказался от нас вроде как родные ему. Я каждый день верила, что он заберет нас, то, что мы уже не будем там жить. У нас будет все как прежде. Но потом, когда я узнала, ну, конечно, я очень, как любой другой ребенок, была в расстройстве. Я тоже сидела и думала, почему, почему, потому что я так надеялась на него. Потому что я же братику ничего не понимала. Он был маленьким. А я все верила, надеялась. Но потом уже как-то я смирилась с этим, что уже точно ничего не поделаешь. Еще до трагического ухода мамы семья Халиловых стояла на учете. Поэтому говорить о том, что смерть жены так повлияла на мужчину, нельзя. Отец был зависимым человеком. Мать при жизни терпела и страдала. После все и привело детей к порогу детского дома. Но девочка не держит обиды. Она видит лучшую сторону такого исхода и старается без оглядки назад двигаться вперед. Сегодня в программе неоднократно прозвучала фраза «Я верю, что мечты сбываются». Это значит, что мы с вами движемся в правильном направлении. Если вы еще не в нашей команде, то присоединяйтесь. Понять, простить, принять способен только тот, кто верил, надеялся и ждал. Ребенок, которого однажды просто вычеркнули из своей жизни, искренне и великодушно прощает все грехи своей матери, если та вдруг одумается и вернется. И если даже чудо в его жизни никогда не произойдет, он все равно уже нашел тысячу оправданий той, которая просто ушла. Потому что любит. Потому что она его мать. Сотни матерей отказываются от своих детей. Пусть хоть одна сейчас услышит вышесказанное и примет правильное решение. Умейте слышать, чувствовать и сострадать. Тогда в Казахстане не будет детских домов. Казахстане не будет детских домов.